Всем привет! Вот я, не накрашенная, как многие любят писать, в своем селе, в своем колхозе и накрашенная. Я не накрашенная, потому что я сейчас ничего не успеваю, у меня куча дел и мало времени. Поэтому вот одела косыночку и рахетленная пошла работать. В общем-то, так, а какие у меня новости с полей? Мы расширились чуть-чуть, но для нас это очень много, и на самом деле для городских лодорей, которые не приучены к труду, и дети не приучены к труду, для нас это очень сложный, очень обширный, большой объем работы. Вот у нас одна дольная корова, Машка, у нас телка, у нас три быка, один здоровый бык и два маленьких теленка, у нас шесть овечек, четыре из них это яркие и два маленьких барашка. То есть, когда мы их подстригли, выяснилось, что... Будь здоров! Когда мы их подстригли, вначале думали, что эти все шесть, они все ярочки, но когда мы их подстригли, выяснилось, что у двух маленьких ягнят есть небольшие губенчики. То есть, по сути, у нас четыре яркие, два барашки маленьких. Двадцать восемь гусей и семнадцать курочек. Курочек было больше, курочки подростки еще не несутся, несутся они, нестись они, наверное, где-то будут в феврале, в январе месяце. Мы их взяли со всеми щепчеклярами, то есть птенчиками. Вот проблема какая? У нас здесь был кот пришлый. То есть, мы когда туда переехали, у предыдущего хозяина, от предыдущего хозяина остался кот большой белый, и он два года скитался по деревне. То есть, кто ему там кусочек колбаски даст, кто ему корм какого-то, супа нальет. И так как здесь в доме кто-то заселился, он сюда начал опять приходить. Зима была очень холодная, и всю зиму мы его кормили. Мы его запустили в сарай. Он, в принципе, ну сколько там тепло было, ну теплечи на улице, где метель была. Он там жил, мы его кормили, утром, вечером молоко. И сдружились с ним. Ну, в общем, это зараза, по-другому его не назовешь. Видя, что происходит какое-то движение, начал, просто увидев этих птенчиков, он не из-за того, что он голодный, а просто у него вот этот вот скотский охотничий интерес. Он залез на сетку и начал их лапами всех терзать. Вначале один птенчик потерялся, ну как бы они вроде закрыты, куда делся, непонятно. Потом второй. И тут я смотрю, он на сетке-то лежит и играется с ними. И, естественно, я его поругала. Теперь он ходит от меня прячется, потому что, ну как это так? Он же их не ест, он их просто, оказывается, царапал. И птенчик, ну, потихоньку погибал. Это тоже неправильно. То есть, если ты охотишься, ты должен съесть свою добычу, а не играться с ней. И ты же не... Ну как это так убить ради прикола у него получилось? И, в общем, мы с ним отношения свои подпортили очень сильно. Теперь он приходит ночью, смотрит, что где осталось. И утром, днем мне на глаза не попадается. Теперь он меня немножко побаивается. Вот. Птенцов мы пересадили в курятник. Теперь они как там, за стеклом. В иллюминатор на нас на всех смотрят. Ну, очень хорошо, что такая постройка есть, потому что иначе бы, ну, пришлось что-то самим сооружать. Ну, такой бы красоты не получилось. Вот. Очень бы хотелось завести лошадь. Очень хочется лошадь с целью кумыса. Учиться делать кумыс. Но у меня никогда не было лошадей. У меня и коровы-то никогда не было. Машка от мух очень сильно легается. Очень сильно легается. Мы ей начали привязывать хвост. Купили в ветаптеке специальное средство какое-то там. Позвоночник ему. Ну, наливаешь на позвоночник, и мухи не садятся. Она стала меньше легаться. Ну, просто я подумала, что... А что будет с лошадью? Лошадь-то как лягнет. Это же не корова. Он как даст, так и даст. У нас целый день движения. То есть мы встаем довольно-таки рано. В 5.30 утра. Выложимся мы в полночь. Потому что делал много, но вообще не успеваем. У меня заросший огород ужасный. Самый, наверное, худший в деревне. Грязный еще двор. Я не успеваю его убрать. Муж тоже постоянно крутится. У мужа тоже свои задачи это сделать второй этаж. Потом еще в планах стоит баню улучшить. И постелить настил под корову. Потому что настил уже сгнил. И корова утром встает достаточно грязная. Такой очень интересующий, важный аспект. Мне стали писать комментарии. Не все некоторые люди. Что, дескать, конечно, было бы на что жить в деревне. Все бы жили в деревне. Я не устану повторять. В деревне есть работа. В деревне есть работа. Это и в колхозе можно работать. У нас огромный колхоз. Там есть место как для женщин, так и для мужчин. Это можно работать, да хоть где можно работать в деревне, если у тебя есть желание. Если у тебя нет желания, у тебя найдется тысяча отговоров. Мы с супругом работаем на удаленке. Так получилось, так сошлись звезды, что мы долго искали. И раньше казалось, что это какая-то... Ну, те, кто работает на удаленке, это какая-то ерунда, несерьезная работа. Сейчас очень много компаний ищут сотрудников на удаленку, потому что это дешевле для самой компании. Не нужно держать офис, не нужно контролировать сотрудника и так далее. Да, зарплата меньше. То есть я занимаюсь подбором персонала. Я работаю на компьютере, на удаленке, подбором персонала. Зарплата меньше, чем у офисных. Намного меньше. Но мне по кайфу. Я дома, я с детьми, я на свежем воздухе. Я мобильная, я могу передвигаться, я могу заниматься своим хозяйством. И в то же время я работаю, я выполняю там какие-то свои показатели, свой план. Сейчас работы на удаленке, ну, достаточно. Это начиная с простыми колл-центрами, но это очень сложная работа, работать в колл-центре, когда тебе звонят. По-хорошему же колл-центр не звонят, по-хорошему просто сказать, какие вы классные сотрудники, спасибо вам. Колл-центр тяжелая работа. И, по-моему, малооплачиваемая. Колл-центр, бухгалтера, кадровики, снабженцы. Это, я не знаю, какие-то консультанты. Сейчас можно найти работу на удаленке. Было бы, опять же говорю, желание сесть что-то поискать, как в свое время это сделала я. И ни на какие пособия я не живу, не переживайте. Кто-то там мне написал про пособия. Да, мы многодетная семья стали в этом году, но пособия мы не получаем, потому что пособия получают только тогда, когда у тебя меньше, вот этот прожиточный минимум там какой-то, я даже сейчас не знаю. Мы не проходим. Так как мы работаем, мы оба с мужем, мы не проходим по никаким пособиям. Поэтому не переживайте, я живу в деревне не на пособия. Мы оба работаем, заработанные деньги мы сейчас вкладываем в наше хозяйство. У нас свое молоко пока. Картошку мы посадили, овощи посадили, помидоры у меня погибли. Бог даст будет мясо, вот. Мы работаем. Все с этим в порядке. Налоги я плачу. То есть не я плачу, платит мой работодатель, потому что я работаю официально. Вот. Также я пытаюсь развить свой YouTube-канал, Zen, Telegram. Можете переходить в Telegram, я туда буду стараться больше выкладывать. Но у меня пока не получается так это делать, как это делают, не знаю, уже опытные колхозники, фермера, которые постоянно успевают все везде и зарабатывать на этом деньги. Да, мне очень бы хотелось зарабатывать деньги на своих просмотрах. Собственно, ну, не получится, не получится. Я веду свой блог для себя самой, чтобы потом вернуться и посмотреть, с чего я начинала, к чему я пришла. То есть я с вами делюсь, мне просто хочется делиться с вами и с самой, ну, посмотреть, на что способна я. Вот. Потому что то, что я вам показываю, это вообще маленькая капелюшечка нашей жизни. Вот. Выйдет из этого как-то какой-то бонус в плане того, что я показываю съемки, будет классно, но не выйдет. Но, опять же, я это делаю не в напряг. Вот оно как есть, так и идет. То есть и нету постановочных съемок каких-то. Вот просто я вам снимаю свою жизнь. Если бы чаще бы я держала бы камеру в руках, приколов и интересных видосов было бы больше, потому что за целый день таких интересных моментов находится, но не всегда есть камера под рукой. В общем, вот. Это то, чем занимаюсь я, чем мы вообще здесь как и живем. Сейчас большая жара. Я из Башкирии. Очень большая жара. И очень жарко становится днем. Тяжело. Потому что, когда ты работаешь в офисе, в офисе работают кондеры. И тебе полегче. Здесь кондер нету, кондеров. И днем становится очень жарко. Так жарко, что прям вот в пик с 12 до 4 ты обливаешься потом. Но при этом тебе надо еще, чтобы голова работала. Такое ощущение, что голова тоже уже не работает. И что-то еще делать по хозяйству. То есть кормить, воду добавлять всем. И не забывать самому пить. Потому что от обезвоживания тоже становится плохо. В общем, такие короткие новости с моих полей. Я вам желаю хорошей недели. И пусть в вашей жизни будет больше приятных учезарных моментов. А всякие беки-буки вас не беспокоят.